Привет, друзья, с вами Грэм. Есть проблема, от которой в тот или иной момент каждый из нас страдает, и это лень. Это чувство, когда вы буквально ничего не хотите делать, даже если знаете, что вам нужно это сделать. Безо всяких причин вы просто этого не хотите делать. Я гарантирую, каждый смотрящий это видео сталкивался с этим состоянием много раз в своей жизни, только если Гарри Вайнерчук не смотрит это видео, потому что он не испытывает лени вообще никогда. Что касается меня, я целенаправленно записываю это видео сегодня, потому что прямо сейчас у меня очень тяжелый приступ лени. Все верно, перед съемкой этого видео я не хотел совсем ничего делать, и любая возникающая мысль о работе выглядела устрашающе. И честно говоря, сегодня один из тех дней, когда я чувствую себя выгоревшим. У меня нет никакой мотивации что-либо делать. Я расстроен тем, что чувствую себя не в своей тарелке. И из-за этого я даже сомневаюсь, что у меня получится хорошее видео, и что люди действительно захотят его посмотреть. Но у меня есть также подозрение, что если я чувствую это время от времени, то скорее всего и остальные тоже. Я знаю, в это трудно поверить, но я нашел средство от лени, которое состоит всего из нескольких фишек, и до сих пор оно работало. Потому что если бы оно не сработало, вы бы не смотрели это видео сейчас, потому что я, вероятнее всего, просто смотрел бы Странные дела 3. Итак, пять шагов, как незамедлительно избавиться от лени. Если вы будете их выполнять, вы станете куда продуктивнее, будете зарабатывать куда больше, а вас напишут статью Forbes, и возможно, возможно, однажды вы тоже сможете позволить себе собственный гараж, чтобы снимать видео для Ютуба. На этом давайте начинать. Во-первых, нужно понять, что чувство лени это вполне нормально. Лень это то, что случается абсолютно со всеми, и я уверен, что это случается чаще, чем большинство людей хотели бы признать. Мне, например, приходится бороться с ленью в большинстве случаев. И хотя я изо всех сил стараюсь быть максимально продуктивным, это не всегда происходит естественно. В глубине души я из тех людей, которые любят расслабиться, мне не нравится испытывать давление, я не хочу брать много обязательств, и поэтому мне нравится не торопиться и работать в своем собственном темпе, когда мне захочется. К сожалению, это не сулит ничего хорошего для инвестирования в недвижимость и зарабатывания денег, поэтому я знал, что должен найти способ преодолеть ее, чтобы я мог не лениться и добиваться результатов. Так что одним из этапов ее преодоления является осознание того, что чувство лени это нормально, и никто от него не защищен. По факту, я думаю, это было бы странно, если бы вы никогда не чувствовали себя ленивым. Это просто странно, и вы обманываете. Вы либо чувствуете лень, либо врете о том, что ее не чувствуете. Выбор за вами. В любом случае, осознание того, что это случается время от времени, и это вполне нормально, это первый шаг к преодолению лени. Не нужно увязать в жалости к себе, считать, что вы недостаточно хороши для чего-то, или думать про себя. Что ж, я уже и так много времени потратил впустую, ничего страшного, если потрачу еще немного. Потому что, честно говоря, это сильно усугубляет ситуацию. Так что примите это задолженное, не считайте, что с вами что-то не так. Это случается абсолютно со всеми, это нормально, и это поможет вам приступить к шагу номер два. Во-вторых, если вы хотите быть невероятно замотивированным, все, что вам нужно сделать, это выпить достаточно много моего кофе со льдом за 20 центов. Это возбуждает тебя настолько, что становится невозможным ничего не делать, иначе ты просто сойдешь с ума. Ладно, я шучу по поводу этого пункта, но если серьезно, кофе довольно неплохо помогает. Ладно, ну серьезно, вторая фишка, чтобы побороть лень, не зацикливаться. Это, вероятно, самое большое препятствие для большинства людей, когда им нужно что-то сделать, но они просто не хотят этого делать, и вместо того, чтобы делать, они слишком много просто думают об этом. Так легко начать представлять, как много времени это займет, как это может быть сложно, со сколькими проблемами можно столкнуться. Намного легче думать о том, что проще отложить это дело на потом, и таким образом беспокоиться об этом чуточку позже. Тем временем, ваше подсознание потихоньку размышляет над этим, и медленно трансформирует ее из довольно простой задачи в задачу, равную подъему на вершину Эвереста без особой подготовки. Ваш мозг может выдавать что-то сумасшедшее, когда вы о чем-то думаете слишком долго, но не делаете этого, и из-за этого становится куда сложнее что-либо сделать. Так что, что касается лени, чем меньше вы думаете об этом, тем лучше. Как только вы ловите себя на мысли о том, как же вы не хотите что-то делать, избавляетесь от этих мыслей немедленно. Это не приведет ни к чему продуктивному, и просто затратится большое количество ментальной энергии, которую можно было бы потратить на выполнение этой работы. Так что просто не думайте об этом. Третье. Лучший способ, чтобы не думать о чем-то таком, это просто начать делать что-то, что вам нужно, незамедлительно. Если вы хотите знать главную фишку, которая помогает мне беспрерывно вести этот канал на ютубе, ни разу не пропустив выпуск видео, уже на протяжении четырех лет, и это помогает мне сделать все, что мне нужно сделать, и при этом не сойти с ума, все благодаря именно этой фишке, начать делать что-то незамедлительно. Именно этого большинство людей никогда не делают. Просто попробуйте это. Каждый раз, когда вы ленитесь, или не хотите что-то делать, а просто думаете об этом, не думайте, просто начинайте делать. Вы должны начать делать его быстрее, чем ваш мозг начнет осознавать то, что вы делаете, и уже в процессе вы будете намного мотивированнее закончить дело, чем когда начинали его. Немедленно выполнение чего-либо не дает вам зацикливаться на этом в голове, и как следствие отвлечь вас от того, что вам действительно нужно сделать. Как для меня сегодня съемки этого видео, у меня не было мотивации, это один из тех дней, когда ничего не хотелось делать. Но вместо того, чтобы думать об этом, я избавился от этих мыслей, сел за компьютер, разделал несколько глотков кофе, пробежался по идеям для видео, но потом отбросил их, потому что подумал, почему бы не записать видео о том, что я испытываю сейчас, и как с этим борюсь. Возможно, кому-то это будет полезным. Плюс кое-что потрясающее происходит, как только вы начнете. У вас появится больше мотивации, потому что теперь вы сможете увидеть результат завершенной вами работы. Я постепенно становлюсь все более энергичным с этим видео, и теперь, когда я почти закончил, я знаю, что в скором времени смогу пойти смотреть Странные дела 3. Четвертое, очень помогает, как только вы начали делать что-то незамедлительно, вам нужно разбивать это на маленькие задачи. Это выглядит более выполнимым и простым. К примеру, перед записью этого видео, я не думал про себя вроде, у меня есть 8 часов, чтобы снять это видео и выпустить завтра, в противном случае я пропущу выпуск видео, и никто мне этого не простит. Я не думал так. Вместо этого я думал об этом. Шаг первый, нужно определиться с темой. Шаг второй, нужно понять, о чем именно я буду говорить на эту тему. Шаг третий, нужно отснять все. Шаг четвертый, мне нужно понять, в каком моменте видео, я попрошу раздавить вас кнопку лайк, если вы еще этого не сделали. Следующий шаг, монтаж. После этого нужно придумать обложку, и последний шаг, приступить к просмотру Странных дел 3, и есть попкорн, покрытый шоколадом. И это единственная вещь, на которой я фокусируюсь, и начинаю незамедлительно думать, на какую тему сегодня снять видео. Я ни о чем больше не думаю, только об этой простой вещи. Как только я придумаю тему, я не думаю ни о чем, кроме следующего пункта, и планирую то, о чем буду говорить. И потом продолжаю делать это до тех пор, пока все видео не будет готово. То же самое применимо к тренировке. Вместо того, чтобы думать про себя, я должен пойти в тренажерный зал, потому что я смотрел Странные дела 3, и заедал это попкорном, покрытым шоколадом. Не думайте так. Вместо этого, просто думайте о том, что вам нужно сложить вещи, и это пункт номер один. Если я просто сложу вещи, я завершу первый пункт. Насколько это легко? Просто сложить вещи. Каждый может сделать это, в любой момент времени. Это очень просто. Следующий шаг. Мне нужно доехать, или дойти пешком до тренажерного зала. Сделано. Следующий шаг. Мне нужно взять что-то тяжелое, и положить это на место. Сделано. Потом нужно повторить это несколько раз, и потом внезапно, вы закончили свою тренировку. Делай это таким образом, для вас не будет ничего непреодолимого, и вы с меньшей вероятностью воспользуетесь отговоркой «Мне лень делать это сегодня». Потому что давайте быть реалистами. Насколько легко сложить вещи в сумку? Очень легко. Как легко сесть в машину и доехать до зала? Очень легко. Как легко взять что-то тяжелое и положить это на место? Это может быть немного сложнее, но это зависит от того, какой вес вы, конечно, берете. Или, например, как сложно раздавить кнопку лайк, если, конечно, вы еще этого не сделали, потому что я уже просил об этом в этом видео. Это очень легко. По сути, каждый шаг сам по себе очень прост, и вы должны это использовать себе во благо. Все дело в простом фокусе, на следующей маленькой задаче. Просто 10 минут, потом следующая маленькая задача, и потом потихоньку идти по всем этапам, пока в конечном итоге все видео не будет завершено. Оно смонтировано, обложка готова, видео готово к публикации, в надежде, что оно станет полезно другим людям. И вот вы все сделали, начиная с огромного нежелания совсем ничего делать, потому что на вас напала лень. Теперь номер 5. И это довольно серьезный пункт, требующий от вас откровения перед самим собой, чтобы действительно определить, на что именно вы отвлекаетесь, и из-за чего наступает прокрастинация, и затем принять решение избавиться от этого полностью. Например, если вы проводите слишком много времени в Инстаграме, возможно, настало время его удалить. Или если вы проводите слишком много времени в Фейсбуке, возможно, нужно заблокировать его в определенные часы, потому что Фейсбук не несет ничего хорошего, если вы, конечно, не проводите время в моей группе под названием «Миллионер-вдохновитель в сфере недвижимости». В этом случае окей, но в любых других нет. В общем, просто постарайтесь выявить то, что больше всего отбирает у вас время, и потом полностью избавьтесь от этого. И таким образом, ничто не сможет вас отвлечь. В моем случае, например, таким небольшим времяубивателем является проверка Инстаграма. И хотя отнимает это буквально минуту или две, и вроде ничего страшного, но это полностью сбивает меня с толку, и потом требуется больше времени, чтобы вернуться к тому, что я делал, как только я беру этот трехминутный перерыв для проверки Инстаграма. Еще я раньше отвечал на электронную почту, как только приходили письма. И ведь это то, что могло подождать, пока я не закончу свои основные дела. Но я делал эти небольшие перерывы, которые отвлекали меня и полностью выбивали меня из колеи. Так что, если вы сможете это преодолеть, я вам обещаю, ваша продуктивность невероятно повысится, вы начнете зарабатывать больше и менее вероятнее будете чувствовать себя ленивым. И, наконец, действительно важно понять, что, помимо этого, мотивация пойти и что-то сделать является мимолетным чувством, и полагаться на это чувство всегда будет совершенно ненадежно. Вместо этого наиболее важна другая вещь. Дисциплина. Простая дисциплина, чтобы придерживаться этого и не сдаваться, независимо от того, чувствуете ли вы себя ленивым, тратите ли вы слишком много времени на Инстаграм, независимо от того, раздавили ли вы кнопку лайк. Постоянство – это все, и единственный способ добиться долгосрочных результатов. Как, например, я сейчас просто не могу не публиковать три видео каждую неделю. И, конечно, я частенько чувствую себя ленивым, частенько у меня нету мотивации, но я просто повторяю эти шаги и ставлю это в приоритет и просто делаю. И сейчас это настолько укоренилось, что я с большей вероятностью сниму видео, чтобы выгрузить его вовремя, даже если мне придется не есть и не спать, чтобы это сделать. И должен сказать, чем дольше вы будете что-то делать, тем сложнее избавиться от этой привычки. Например, если бы я уже 4 года не выпускал по 3 видео каждую неделю, мне было бы намного легче найти оправдание и сказать себе, «Ай, не хочу я сегодня ничего снимать». Словно вы каждый день добавляете по одной нити, которая держит груз, каждый раз, когда вы что-то выполняете, и вы делаете это тысячи дней или несколько лет, и в скором времени у вас будет толстенный канат, который будет выдерживать все, что вам необходимо. Это то, что начинается с малого, но потихоньку становится весомым со временем, и все видео было об этом. Все, что нужно, это разбивать на маленькие задачи, и начинать делать это немедленно, не обдумывать это в голове, и потихоньку добавлять новые нити к вашему канату, чтобы в конечном итоге не беспокоиться о том, как лень повлияет на вашу жизнь, потому что вы совете достаточно много таких нитей, и раздавите кнопку лайк. На этом у меня все, друзья, спасибо огромное за просмотр, я очень это ценю, и как всегда убедитесь, что подписались и включили уведомления. До новых встреч!